Наконец-то в целом мире прекратилась суета. Начинается в идее передача Атвинта. Атвинта! Вот так! Здравствуйте. Для компьютерных персонажей серия Total War сделала столько, сколько никто другой. Ее авторы первыми признали за виртуальными героями право самостоятельно драпать с поля боя, куда их завела глупость и гордыня игрока. Полагаю, в будущем, когда власть над миром захватит роботы, разработчикам это зачтется. Но это будет не скоро. Ну, точно не раньше вторника. А пока давайте рассмотрим новую часть проекта Total War Warhammer. Отдадим должное. Авторы решились на дерзкие изменения в серии, которая кормила их столько лет. Раньше эта стратегия отличалась внимательным отношением к истории. Что давало шанс нерадивому ученику-геймеру на экзамене. Удачный билет. И вот он уже со знанием дела рассуждает о взаимоотношениях Вестготов с Остготами. Да с такими подробностями, будто очевидец. Теперь об этом можно забыть. То есть образовательный эффект игры уменьшился? Ну, в области исторической науки, да. Но те, кто интересуется мифологией, почерпнут немало нового. Теперь действие перенеслось в мир фэнтези. И у нас есть редкая запись, иллюстрирующая, как изменился процесс работы над игрой. Да, вот. И тогда Аттила перешел к тактике осады городов. Профессор, а неужели Римская империя выплачивала дань гуннам? Да. К 450 году и восточное, и западное. Так и запишем. Запишите. Но для работы с Total War Warhammer пришлось найти совсем других консультантов. А, значит, вампирскую порчу в провинциях распространяют дюки на асферату. Так и запишем. Выходит, знаменитые экраны загрузки, где помещались цитаты классиков античности, Марка Аврелия, Цицерона, Овидия, тоже в прошлом? Увы. Формально они остались. Но теперь там высказывания какого-нибудь феста-повелителя пиявок в таком стиле. Пырни его финкой, а потом пырни еще раз для надежности. Что еще изменилось? Многое. Вот глобальная карта. Похоже на героев магии меча, только трехмерная. Верно. Все-таки волшебное королевство. Управление городами заметно упростилось. Количество постройок уменьшилось. Скажем, вся промышленность представлена ткацким цехом почему-то. Ресурс один. Золото. Тех, кто увлекался микроменеджментом, это может огорчить. Зато военная часть стала гораздо разнообразнее. Во-первых, расы, играбельных по К5, кардинально отличаются друг от друга. В прежних частях между фракциями тоже были отличия, но в сущности незначительные. И там, и там люди одной эпохи. А тут противники даже физиологически отличаются друг от друга. Вампиры поднимают нежить. Люди умеют колдовать. Гномы сильны в технике. Орки – хорошие атлеты, любят навалиться кучей. В них живет дух старой школы. То есть тактика, которая работает против исчадий хаоса, совершенно не годится при столкновении с гоблинами. Комбинаций много. Это все время держит игрока в тонусе. Во-вторых, появились герои. Что-то похожее было в раннем Сёгуне. Здесь идею развили. Герои очень разные. Их можно усиливать по множеству параметров. Они присоединяются к армии и могут переломить ситуацию на поле боя. Но опять же, надо сохранять бдительность. Вот был у меня могучий маг света. Бывало, как вдарит экзорцизмом. А помер глупо. Подкрался к нему нечувствительный орк. И чик ножичком. Да, игра сильно изменилась. Но кое-какие рудименты былой историчности сохранились. Например, реалистичный режим. Интересно, как они себе это представляют? Реалистичную схватку между зомби-драконом и ездовым пегасом императора Карла Франца? Индустрия компьютерных игр очень молода. А потому ещё жива и шаловлива. Это ясно демонстрирует новая игра, которая называется «35 миллиметров». Представьте себе, допустим, вручение Оскара. Справа сидят 800 человек, работавших над одним блокбастером. Слева 3000, которые делали другой. 3310 человек – съёмочная группа «Железного человека». А посередине – один чувак, снявший третий фильм «Претендент». Невероятно. А в нашей области пока возможно. 35 миллиметров – сага из глубины российской провинции. По сюжету на колхозной земле обрушилась какая-то эпидемия, выкосившая почти всё население. Два друга скитаются по полям и весям, пытаясь выжить. Картинка очень приличная. Да, и история интересная. Игра была тепло встречена в Стиме, что о многом говорит. Но самое удивительное, что её сделал один человек – Сергей Сергеевич Носков. В этом чувствуется какая-то сермяжная правда нашей жизни. Даже две. Первая – в России люди иногда удивительным образом развиваются, а структура обычно деградирует. Вторая – у нас возможно всё. Глубоко копнул. В самый раз. На этой философской ноте позвольте откладиться. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравия жел... Боже! Что это? Маскировка. Чтобы свои не узнали? Цыц! Завлаго. Умение быть незаметным – важнейшая часть воинского искусства. В кораблях имеется два типа камуфляжа. Первый – классическая пятнистая маскировка. Она снижает заметность. Значит, можно подобраться поближе и не быть обнаруженным. А потом... Как? Понял. Вот. Второй тип – полосатая окраска. Она мешает определить дистанцию до корабля, понять, в каком направлении он движется, и вообще сбивает с толку. В бою увеличивает разброс вражеских снарядов. Ну, а ваш случай? Эй, ты! Да? Мы его не видел? Выдержал в порт на минутку и пропал. Нет, Леночка, не видел. Нет, Леночка, не видел.